Итак, друзья, здравствуйте! Я рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы будем разговаривать о США, а именно о политическом убежище, о том, как можно его получить и какая процедура, кто может претендовать. На связи у нас Олеся, это моя коллега, она находится в Майами, она является экспертом, консультантом. И сегодня у нас есть возможность задать ей все интересующие вопросы. Олеся, первый вопросик. Хочу, значит, начать с самого основного. Какие основные причины? Кто может претендовать на политическое убежище? Ну, естественно, те, кто по какой-то причине хотят уехать, так как их права были нарушены в их стране. То есть это политические мотивы могут быть, также могут быть мотивы религиозные, или если вы член LGBT комьюнити. Хорошо, просто очень часто обращаются люди, которые говорят о том, что вот мне не нравится жить в своей стране, мне не нравится политика моего государства, вот мне просто все не устраивает. То есть, ну, как бы, вот я хочу поехать по этим основаниям. Правильно ли я понимаю, что, ну, как бы это совершенно не основание, то есть человек должен доказать именно личное преследование и какую-то угрозу жизни? Да, Лена, ты права. Просто не нравится, нравится, не нравится, мне не нравится красное, черное, белое, нет. Там должно быть основание на то, что ты пытаешься что-то изменить, ту политику, которая тебе не нравится, то есть тебя каким-то образом преследует тебя, то есть тебя лично, не там соседа или кого-то там в твоем городе, в твоем селе или в твоей стране. Ты конкретно идешь и борешься за свои права, и государство каким-то образом тебя ущемляет, то есть ущемляет также, может быть, какие-то дела на тебя фальсифицируют, может быть, какой-то криминал на тебя фальсифицируют, также, может быть, тебя преследуют, то есть у тебя боязнь пыток, что тебя просто будет пытать, то есть каким-то образом твоя жизнь будет под угрозой. Незаконно арестовывают, да, или, может быть, приходят какие-то письма, угрозы, звонки. Правильно я понимаю. Да, но тебе нужно бороться за это. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот, ну, бывает такое, что боязнь преследования в будущем, то есть, ну, например, человек обращается и говорит о том, что, ну, на данный момент меня не преследуют, но сейчас, например, преследуют моего отца, и я боюсь, что в скором времени могут начать преследовать меня. То есть, этот человек, он может каким-то образом просить политическое убежище в другой стране, но, в частности, в США? И да, и нет. Я думаю, что, скорее всего, лучше обратиться отцу, то есть, так как все началось, ну, вот с отца, то есть отец каким-то образом боролся за свои права, за права своей семьи, возможно. Ну, если какие-то прям настоящие угрозы, то есть у тебя есть какое-то видео, у тебя есть какая-то документация, это подтвердить, то возможно, конечно. Да, то есть весь вопрос именно в доказательной базе, да, то есть просто сказать, что я боюсь, это не подойдет. Хорошо, понятно. Окей, давай тогда пойдем дальше. Вот интересует процедура прошения политического убежища. Например, мы предположим, что у человека имеется реальное основание, то есть он находится на территории США, он только туда прибыл. Какие его дальнейшие действия, что ему следует делать? В принципе, человек может просить убежище прям как только он приехал, как называется, в порт-энтри. В порт-энтри может быть порт, может быть аэропорт, может быть он пересек границу. То есть прям там он может уже просить политического убежища, если это, конечно, в его интересах прям там просить. Иногда возникают кейсы, когда люди уже приезжают сюда, могут приехать, я не знаю, например, как турист или как студент, или по каким-то другим визам, может быть даже по рабочей, по бизнес-визе. То есть когда он уезжал оттуда, не было проблем. Но когда, то есть он уже приехал, то есть начались какие-то угрозы, что если он вернется, то есть может быть у него бизнес там отобрали, может быть пытаются отобрать, может быть каким-то образом, я не знаю, шлют ему угрозы, что, то есть какой-то расправу семьи его сделать, если он вернется обратно, понимаешь? То есть время может быть разное, но человек имеет право подать здесь с одного года, с вот этого порт-энтри, когда он докажет, что он перешел границу. То есть это вот закон такой. Слушай, ну получается, что в принципе настолько условия лояльные, то есть как бы человек не должен придерживаться каких-то временных ограничений, потому что во многих странах, то есть у тебя есть определенное количество времени, после того, как ты приехал на территорию страны, ты должен подать на политическое убежище. То есть у нас здесь существует правило одного года. Да, ну то есть получается человек может приехать, находиться в каком-то статусе и потом подать. Окей, поняла, да, но как мне кажется, наверное, здесь больше вопросов возникнет на собеседовании, почему так произошло, почему сразу не подали, или это не имеет значения? Это не имеет значения, то есть ситуация может измениться, ситуация может меняться, как и с бизнесом, то есть человек приехал по бизнесу везде сюда, и было все нормально, или когда он уезжал, что-то, то есть вот началось, то есть какие-то угрозы или какие-то отборы, то есть пришли, кто-то там забрал компанию у него там, а он здесь уже находился. То есть мы не знаем конкретной ситуации, человек должен описать и показать это, то есть документацию, почему так случилось, почему он просит здесь убежище. Хорошо, все, тогда в принципе понятно, вот тема Мексики здесь не затрагивает, думаю, что это отдельная такая большая тема, по поводу нее возникает очень много постоянно каких-то интересных новостей, да, что здесь правда, что нет, не всегда можно понять. Окей, тогда вот в принципе, ну, довольно-таки понятно, но тем не менее, если ты уточнишь, будет замечательно. Вот понятие кейса, да, как вообще вот его воспринимать, что должно входить в этот кейс, сколько должно быть страниц, кто его должен составлять, на каком языке? Должен он быть составлен, естественно, на английском. Если человек сам сможет составить, замечательно. Если нет, то есть там есть определенная форма, которая, то есть вписывается, можно впечатать, можно черной ручкой вписать. То есть кому что более понятно будет в этом. Человек должен также предоставить, естественно, свою идентификацию, то есть как он сюда заехал, когда он туда заехал, потому что там будут вопросы конкретно по этому. То есть кто есть человек, когда он заехал, по какой визе, когда у него статус заканчивался официальный, то есть человек, например, заехал и хочет сейчас подать. И по туристической визе обычно полгода люди могут здесь находиться плюс-минус. Иногда может месяц на границе дадут, но обычно это полгода. Человек должен вот конкретно все это расписать по всем, то есть все свои документы предоставить, копии. Если он также приехал с женой, с детьми, все то же самое, то есть для жены, детей. Дети до 21 года не женатые должны там быть вписаны, даже если это там stepchildren, то есть удочеренные, даже какие-то там усыновленные дети. Дети после 21 года, они должны сами уже подавать женатые. То есть это будет отдельный кейс идти. Окей, хорошо. А человек вообще как происходит? Он тоже заранее должен подготовить этот кейс или он уже на территории будет готовиться? Вот если, к примеру, человек приехал, находится он там по бизнес-визе, то получается, как он может предоставить доказательства, да, если он находится в США, а там угрозы поступают его семье, да, то есть он как бы, получается, только то, что он говорит, то есть голословные его заявления только, получается, будут в этом кейсе? Нет, почему? Если он уже решил сюда ехать и решил здесь оставаться, потому что этот кейс не быстрый, процедура очень достаточно долгая, он должен собрать какие-либо, если, например, его забирали в полицию, то есть вот справки отсюда. Если, например, он был в больнице по каким-то, то есть, я не знаю, по боям, если он на каком-то митинге был, протестовал или еще что-то, если есть какие-то фотографии, естественно, он должен все это собрать для... То есть чем больше всего это будет собрано, тем кейс будет намного... То есть он будет стронг, он будет... То есть у человека больше шансов сыграть, да. Хорошо, поняла. То есть, получается, абсолютно любые доказательства будут подойти, фото, и видео, и справки. Если это, например, какие-то, может быть, письма, там, друзей, может быть, видеозаписи подойдут, да? Да, если так же он может, например, или она может распечатать, если, ну, вот эти вот были забастовки или были какие-то митинги или какие-то протесты в его городе, они могут распечатать даже, например, с интернета, потому что сейчас практически все газеты, все журналы, их можно как обыкновенную корочку держать, так же можно их найти на интернете. То есть все эти распечатки, что происходит там, и что тебя, ну, достаточно долго, то есть пытались каким-то образом, то есть или в тюрьму посадить за это, за то, что ты боролся за свои права, или, то есть вот все-все-все-все-все-все, это что можно взять из интернета, да, как начиналось вот этот протест, там, например, начался, ну, что у нас, в 20-м, например, в 18-м году, то есть ты вот все эти два года протестовал, то есть у тебя были какие-то проблемы с правительством, потому что ты защищал свои права. Окей, понятненько, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, вот после того, как человек подал, значит, это заявление о прошении политического убежища, дальше, в каком статусе он находится, имеет право ли он на работу? Он будет иметь право на работу через полгода, то есть через полгода он может подать на право на работу. Обычно до этого право на работу приходило где-то в течение месяца плюс-минус. В прошлом году было немножечко дольше это занимало, могло занять до четырех месяцев саму карточку получить как право на работу. Это будет как ID-карточка, как, знаешь, она будет выглядеть как водительские права, например, то есть там написано будет, что это разрешение, ну, право на работу. Также с этой карточкой должен прийти твой social security. Иногда он вместе приходит, иногда они приходят по отдельности. То есть, ну, вот через 150 дней он может уже просить, то есть через полгода у него есть право на это. Хорошо, спасибо. Скажи, ну, а если вот эти полгода, то есть он находится в статусе ожиданий, не может работать, то есть ли какая-то социальная поддержка, может ли он рассчитывать на помощь от государства? Ты знаешь, как таковой поддержки нет, как в других странах, я знаю, в странах Европы, в Англии, например, мы недавно говорили, как таковой поддержки, что прийти просто, ну, попросить денег нет, такого тебе не дадут, хотя у нас есть food banks, то есть можно прийти любому человеку и попросить, то есть там тебе дадут еду, ну, вот какой-то там, как сказать, паек, чтобы ты умер с голоду. Работают ли люди первые полгода здесь, хотя они находятся в ожидании своего права на работу? Да, работают. Работают, естественно, неофициально, естественно, нелегально. Если это, да, это есть. Как ты можешь это, если тебя, например, офицер спросит на интервью, как ты себя содержал или семью, если ты с семьей приехал, ты можешь объяснить то, что, то есть тебе нужно было работать, содержать семью, пройдет ли это с офицером, то есть это будет зависеть от офицера, если ты будешь нормально, по-человечески он тебя поймет, понимаешь, если ты работал, честно работал. Нужно ли так делать? Я бы не рекомендовала, я бы рекомендовала какие-то деньги с собой, какую-то там подушку, денег взять, чтобы тебе вот хватило на эти полгода хотя бы, хотя можно, наверное, даже в каких-то, я не знаю, какие-то организации, наверное, есть как помогать от церквей, например, или какие-то организации. Я знаю, что, например, у нас в Майами здесь очень большая организация, которая кубинцам помогает, сами кубинцы, то есть у нас до этого была немножечко другая с кубинцами программа, они то есть прям вот буквально приходили, их вылавливали на пляже, чтобы помочь им здесь, своим людям. Окей, ну вот как раз мы уже затронули тему интервью, значит, скажи, пожалуйста, сроки ожидания от момента подачи прошения до момента интервью, и что вообще собой представляет это интервью? Обязательно ли брать с собой на сопровождение адвоката, который будет представлять твои интересы, или можно справиться самостоятельно? И сколько оно длится по времени? Какие там основные вопросы? Ну, естественно, интервью может зависеть от того, насколько большой кейс, насколько он правдивый, там может от часу, два, двух, может на полдня растянуться, но обычно это вот примерно час-два. Как долго ждать интервью? Сейчас сроки были большие, пять люди до семи лет ждали, хотя в некоторых штатах можно было это и быстрее сделать, то есть в зависимости от штата загруженности, перегруженности штата населения, понимаешь, это все от этого зависит. В 2018 году сделали новые правила, что ты можешь попросить о ускорении твоего интервью, если, например, ты находишься здесь, но твоя семья до сих пор там, например, жена и дети, которым угрожает, то есть тебе как бы надо их забрать. Например, у тебя, я не знаю, у тебя нашли кэнсер, у тебя там рак, и что тебе надо это быстрее, то есть ускорить. Но это все, это надо будет представлять, то есть это все надо опять подавать, что какая причина ускорения этого кейса, понимаешь? Ну, хорошо, например, если по твоему региону, да, по Майами, вот в среднем сколько человек ожидает интервью от момента подачи? Ты знаешь, может лет пять ждать. Окей, а скажи, а человек на момент ожидания, он получает медицинскую помощь? Как таковой у нас нет медицинской помощи, что она бесплатная. У нас медицинская страховка зависит от того, сколько ты зарабатываешь. То есть если ты зарабатываешь, например, меньше, чем, то есть положено, чем, естественно, люди приезжают, они начинают зарабатывать, но не как настоящий американец, то есть который уже долго живет и долго работает. Можно взять эти страховки от государства, которые, то есть предоставляются на Marketplace, она называется у нас, это будет зависеть от того, сколько ты, как бы, вот зарабатываешь от твоего заработка. Естественно, если у тебя семья там все, чем больше у тебя семья, тем более, то есть больше возможно тебе взять более дешевую страховку. Ну, окей, ну а если вот эти полгода, например, статус ожидания, человек пока не работает, нет разрешения на работу, то есть как ему будет, то есть нужно покупать тогда страховку или все-таки есть какие-то государственные, бесплатные? Бесплатных, как таковых, нету. Можно ему купить, конечно, его никто, ему не скажут, что его не будут, если он придет в госпиталь, в какую-то ER, как скорая помощь по-русски будет, его, конечно, обслужат, единственное, что ему пришлет билл. Если у вас есть сразу деньги заплатить, вы можете сразу заплатить каким-то этим дискаунтом, например, ну, например, огромный счет пришел у вас на несколько тысяч долларов. Вам госпиталь говорит, если вы заплатите, например, 500 долларов сейчас, так как у вас не было страховки, ну, мы вот, то есть весь счет вам растим, только 500 долларов заплатите нам. Или вы можете весь счет платить, например, даже там по 5, по 10 долларов, 50 долларов каждый месяц, то есть вам дадут какую-то вот... Размерть вам, что не будет так сильно тяжело, то есть, понимаешь, выплатать за счетом. Естественно, вы не болеете. Хорошо, я просто слышала такую историю девочки, которая находится на политике в США. У нее, значит, ну да, случилась какая-то ситуация, была срочная медицинская помощь, и да, ей выставили счет, ей сделали операцию, не спрашивали там никаких вопросов, какие там основания или что. Но после этого она предоставила документы, в каком статусе она находится, что у нее нету дохода, и ей вообще простили этот счет полностью. Возможно, и такое. Возможно, и такое. Тоже это в каждом штате есть свои какие-то, например, чарити-кера от госпиталя. То есть, если ты пойдешь в госпиталь, может быть, там есть какой-то фонд чарити-кера, который заплатит твой БИЛ, возможно, и такое. Но это все зависит от штата, от госпиталя. Естественно, если ты идешь, то надо идти в госпиталь, потому что там такие программы могут быть. Окей, хорошо. И вот по поводу адвоката. На собеседование нужно ли брать с собой адвоката? Или вот если у человека проективный кейс, он полностью уверен в себе, что он спокойно ответит на вопрос, он знает английский. То есть, нужно ли ему брать адвокат или сам справиться? Если человек уверен в себе, то тогда не надо. Я думаю, что если человек знает достаточно английский, уверен в своем кейсе, ничего не придумано, то, что я всегда всем советую, что не нужно придумывать много, тогда не нужно много запоминать. Действительно, да. Да, может быть, вообще придумывать ничего не стоит, но можно, как сказать, воспользоваться какой-то терминологией, может быть, где-то чуточку ситуацию показать именно с самых ярких событий, но при этом, конечно, врать не стоит. Я даже писала пост на эту тему. Чем это вообще чревато, когда мы начинаем врать государственным органам и что потом происходит? Я думаю, что ты права, потому что были... У меня знакомая есть, которые переходили границу, и в какой-то момент, когда они ждали собеседования на интервью, она отлучилась в туалет, и мужа уже позвали, и их посадили в совершенно разные комнаты. Совершенно разные комнаты, и начали задавать вопросы, ну, как бы идентичные, чтобы потом сравнить их. Это просто моя знакомая, то есть она... Какие-то претензии к адвокату потом выставлять, потому что она испугалась по какой-то причине, хотя кейс был на самом деле правдивый. Они вместе переходили границу с детьми, приехали вместе, работали здесь, жили, то есть ждали этого кейса. И потом, когда начали спрашивать на интервью, хотя раздельно их, те же самые вопросы, она начала говорить, что нет, она с мужем не переходила границу, то есть совершила... Почему, почему она начала это говорить? Я не знаю, человек испугался, не испугался, хотя кейс был настоящий. Лучше не врать, лучше узнать. Естественно, нужно рефрешить свою мемори, то есть то, что было там 2, 3, 4, 5 лет назад, то, что случилось, тебе нужно опять перечитать, опять, чтобы ты вспомнил все это. Ну, то есть надо подготовиться, как ты пошел бы на экзамен. Я не говорю, что ты там про все в слово должен запомнить, но если тебе нечего врать, то нечего врать, просто пройдись по тому, так как все бумаги, которые ты будешь отсылать, желательно, чтобы ты сделал копию, чтобы ты знал, что ты отослал, и то есть у тебя будет какой-то черновик, чтобы ты мог проверить, что конкретно, и когда это случилось, чтобы просто вспомнить. И не врать. Спасибо большое. Хорошо, смотри, но если все-таки отказ на собеседование, если все-таки человек перенервничал, забыл, что он там написал, что сказал, и что тогда, какие последующие действия? Тогда у тебя есть два варианта, или уехать из этой страны, если тебе отказали, или уехать как волонтерную, то есть ты просто покидаешь страну, тебе могут сделать какой-то, то есть депортация, тебе депортация может здесь быть, если ты не уехал здесь, находишься и тебя нашли, или подавать, то есть и судиться. Это стоит недешево, сразу скажу, но то есть если ты знаешь, что ты прав, то это стоит. Хорошо. А сколько примерно сроки ожидания апелляции? Это будет все зависеть от кейса тоже, и от перегруженностей. Вот этот вот срок нахождения во время ожидания, он потом будет учитываться, да, то есть человек, например, 10 лет находился в стадии ожидания, он может после этого подаваться, например, на ПМЖ, просто потому что он тут прожил? Нет. Нету, да? Потому что в других странах есть, то есть даже статус ожидания, он тоже приравнивается, то есть это же законные основания статуса ожидания. Значит, законы. Окей, и сколько раз можно апеллировать? Апеллирую, пока не выиграешь кейс. Ты также можешь, например, какой-то другой кейс, может за это время ты уже женился или замуж вышел, тоже такое возможно. Знаешь. Окей, а на какие можно перейти, да, то есть на какой статус можно поменять с политического, кроме как на замужество? Еще можно там на работодателя, например, или там еще на какой-то другой. Скорее всего, нет, да? Скорее всего, нет. Это будет намного труднее. Но я думаю, что если замужество, это вообще проблем не будет. То есть были такие кейсы. Единственное, что если у вас уже ремоуал ордер есть стоит, то что вас должны, вам надо доказать, что вы с человеком жили уже в какое-то время, и человек тогда будет вам нуждаться, например, у мужа ордер, что его должны, то есть ордер, что ему, он должен будет выехать из страны, ну, до этого ваш адвокат. Это уже серьезно, там нужно брать адвоката, то есть там нужно будет, чтобы адвокат все подготовил, что, например, муж и жена, мужа должны депортировать. Когда готовится кейс, что если, например, жена может быть, у них уже может быть, я не знаю, двое-трое детей, какое-то количество детей, что жена сама не сможет их содержать здесь. Естественно, жена должна быть ситизином этой страны, и понимаешь, что она должна быть. Потому что в общем, любую позицию нужно будет доказывать. Да. Это больше денег, это больше времени, ну, то есть если это все на самом деле, это того стоит. То есть, естественно, фейковые браки, фейковые там, это лучше вообще это не делать. Окей, но в принципе все. Спасибо тебе большое. Очень подробно раскрыла тему, потому что такие насыщенные вопросы. В интернете действительно очень много от блогеров мы слышим информации, но никто не рассказывает подробно под полочком, как оно все вообще происходит. Нечего бояться, просто если на самом деле вы решили, вам надо понимать, что вы уезжаете и уезжаете надолго. У вас может быть есть шанс выехать, например, если кто-то заболел, обычно люди по какой-то, то есть, ну, по паролю выезжают, они могут, например, там своего родственника в другой стране встретить, потому что выезжать обратно в свою страну не рекомендуется, потому что будет вопрос, если вы туда уехали и вас там приняли нормальное, у вас ничего вам не угрожало, то вы можете обратно вернуться. Поэтому лучше знать, что ты остаешься здесь и остаешься на какое-то долгое время. Ну, естественно, все доказательства брать. Понимаешь? Окей, ну, все, тогда спасибо всем за просмотр. Если появляются какие-то вопросы по теме, вы можете задавать по номеру телефона, который будет указан экране, также в комментариях. Спасибо за то, что рассказала нам и пришла к нам в гости. Спасибо. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok